Друзья, всем привет! Если вы любите разнообразные блюда из печени, то сегодняшний рецепт вам обязательно понравится и пригодится. Сегодня готовлю очень вкусную и нежную печень на сковороде. Все готовится довольно таки просто и быстро. Давайте начнем приготовление. Итак, для рецепта я купила 800 грамм куриной печени. Печень я промываю и нарезаю небольшими кусочками. Далее подготовленную печень отправляю в салатник и сюда же добавляю одну чайную ложку соды без горки. Перемешиваю и печень отставляю, чтобы она постояла 20 минут. Друзья, за счет соды печень получается очень сочная и нежная. Попробуйте приготовить по этому рецепту. Далее нарезаю одну крупную луковицу. На плиту ставлю сковороду. Как только сковорода нагреется, в сковороду добавляю 30 грамм сливочного масла и сюда же добавлю 2 столовые ложки растительного масла без запаха. На сковороду отправляю репчатый лук. Далее добавляю одну чайную ложку сахара и пол чайной ложки черного молотого перца. Помешивая, лук обжариваю до золотистого цвета. Пока обжаривается лук на сковороде, я печень обязательно промываю от соды. Далее ее откину на дуршлаг и дам ей полностью стечь. После этого печень отправляю в сковороду к луку, добавляю соль по вкусу и одну чайную ложку приправы хмели-сунели. Также сюда добавляю 3 зубчика чеснока. Чеснок я пропустила через пресс. Далее, друзья, печень обжариваю на сильном огне буквально 3 минуты. Только после этого я добавляю сюда 150 грамм сметаны и одну чайную ложку дижонской горчицы. Сметану можно брать любой жирности. Тушу печень в сметане 10 минут. После этого на кончике чайной ложки добавляю мускатный орех и посыпаю сыром. Друзья, сыра я беру буквально 30 грамм, не более. Протушу еще пару минут, а после этого подаю к столу. Сегодня я буду подавать печень с гречей. Мне очень нравится это сочетание. И еще, друзья, открою маринованные помидоры с сельдереем. Этот рецепт есть у меня на канале. Летом мы с вами делаем очень много заготовок на зиму. Так что, друзья, подписывайтесь. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще раз вам скажу, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. И мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока!